Якутский нож – это разновидность ножа, применяемого коренными жителями Якутии, является одним из самых известных предметов культуры Якутии, так же как и хомус или алмазы. Археологические раскопки, проведенные на территории современной Якутии, показывают, что образцы ножей, извлеченные из различных могильников и стоянок древнего человека, имеют несомненное сходство с якутскими ножами. Существует множество региональных вариаций якутского ножа, но в классическом варианте нож представляет собой клинок длиной от 110 до 170 мм, насаженный на деревянную ручку, сделанную из березы или березового капа с кожаными ножнами. Клинок якутского ножа заострен, имеет лезвие с одной стороны и прямой обух. Особенностью якутского ножа является асимметричная заточка лезвия. С одной стороны лезвие ножа плоское, противоположная сторона клинка выгнутая. Это делают для того, чтобы при работе с ножом он не зарывался в материал. Для левшей делают ножи с зеркально перевернутой асимметрией клинка. По ширине клинка различают тундрово имеющий узкое лезвие и таежный, у которого более широкое лезвие. В тундре нож в основном используют для резки или сверления, а в тайге для разделки добычи и домашнего скота или работы по дереву. Именно этим объясняют различия ширины клинка. Традиционно, рабочий якутский нож имеет клинок, изготовленный из довольно мягкой стали. Мягкая сталь диктуется практическими соображениями так, чтобы нож можно было заточить в полевых условиях, а речную гальку или другой материал. В последнее время получили распространение якутские ножи с клинками, выполненными из специальных марок стали или даже булатной стали. Множество вопросов у различных исследователей вызывает происхождение дола на клинке. Есть различные версии, начиная от того, что дол нужен для кровостока, что это дань традициям, когда ножи изготавливали из кости, что дол способствует удобному разрезанию замерзшего мяса из-за меньшей площади соприкосновения, что дол нужен для придания жесткости клинку, что наличие дола – это результат особенности ковки асимметричного клинка или дол нужен для уменьшения веса клинка, чтобы нож не тонул. Рукоятку ножа традиционно делают из березового капа, пропитанного специальным маслом. Рукоятка ножа в сечении напоминает яйцо, острым концом направленное в сторону лезвия и лишена каких бы то ни было упоров и гар. Длина ее до 150 мм, что длиннее ширины мужской ладони. Длинная ручка объясняется не только соображениями удобства, но также и тем, что нож не должен тонуть в воде. Кроме березового капа используют также кусочки бересты, которые накладывают друг на друга и между слоями промазывают клеем. После склейки берестяную заготовку сушат под прессом и затем из нее изготавливают рукоять. Ножи с ручкой из мамонтовой кости и пластика являются сувенирной продукцией и не используют в повседневной жизни. Оригинальными в якутском ноже являются также ножны. В классическом варианте ножны делают из снятого чулком бычьего хвоста, внутри которого находится деревянный вкладыш, который не должен плотно обхватывать клинок. Функцией вкладыша является не удержание ножа, а защита клинка от поломки. Функцию удержания выполняет кожаная часть ножен, поскольку нож утапливают в ножны на две трети длины рукояти, так чтобы ножны плотно прилегали к ручке ножа. Допускают варианты изготовления ножен также из обычной шитой кожи или бересты. Крайне редко встречаются деревянные ножны. Для ношения ножа к ножнам обычно приделывают кожаный шнурок. Нож обычно носят на свободном подвесе с левой стороны. Свободный подвес нужен для того, чтобы не мешать движениям владельца. При ношении ножа слева удобно вытаскивать нож одной правой рукой, упершись за основание ножен большим пальцем. В наше время изготовление, продажа, ношение и хранение якутского ножа регламентировано специальным актом правительства Республики Саха, Якутия, согласно которому якутский нож признан неотъемлемой частью культуры народа Саха и на территории Республики разрешают его использование в повседневной хозяйственной жизни. Якутский нож широко используют в повседневной хозяйственно-бытовой жизни жителей Якутии. Охоте, рыбалке, готовке еды, работы по дереву. При рассмотрении феномена якутского ножа необходимо учитывать одну из его особенностей. Это реальный нож, используемый в повседневном быту жителями Якутии. Во всей Якутии мало найдется семей, в которых нет хотя бы одного якутского ножа. Это означает, что нож массово изготавливают во многом в кустарных условиях, в условиях сельских кузниц или мастерских. В каждом якутском селении есть местные мастера, которые изготавливают свои версии ножей. С этим обстоятельством связана изменчивость ножа от селения к селению и от мастера к мастеру.